Данная версия озвучки включает в себя нецензурную лексику. Просим вас убрать от экранов ваших детей. А всем привет! Прошу прощения за ужасное качество звука, как из толчка, которая будет далее в разборе трейлера Капитан ТПЭ, то есть Марвел. Ибо я утерял на момент записи ролика стабилизатор микрофона. И да, я не клянчу деньги на микрофон получше, который бы писал нормально звук без всяких доб-приблуд. Местами голос записан на диктофон телефона, в частности вот это вот вступление. И он на удивление в разы лучше, чем с микрофона. А большую часть времени он как из унитаза, чем вы усладите свой слух буквально через несколько секунд. И так я скатился до уровня разбора трейлеров, потому что на разбор фильмов меня просто не хватает. Но зато я еще не опустился до самого убогейшего, импотентного жанра ютуб-роликов, а именно до реакции, где надо торговать своим еблом в правом или левом верхних углах и просто как дебил смотреть клип или какую-то песню и временами отпускать реплики. Приятного просмотра! Итак, трейлер нас встречает с заставкой 16+. Да, странно, что не 12+, как обычно. Наверное, нас будет ждать что-то очень такое страшное в уровне Дэдпул. То есть, рулы злодеи? Блядь, вот что пиздит эта проститутка? Какая милая пенсиани... Какой кошмар, боже мой. Как она могла удать... Кстати, обратите внимание. Как бы... Я вот не понимаю, вроде рейтинг фильма 16+, почему они не показали в экран, когда эта бабка делала колесо, отвратительные старческие панталоны. Панталоны? То есть, как будто бы она в каких-то шортах. Или в какой-то вот такой... Вот что это за херня? Ну ладно, Толерастия берет свое, это же Марвел. Опять этот нигер. Каков ты заебала. Это очень важно. Именно героев, потому что если бы были просто войны, то это было бы не то. Аналог Капитана Америки, только баба. Марвел представляет. Да, конечно, он да представляет, да. Твоя жизнь на человека появится. Очередные дегенер... Да, круто. У нее в ноздре зеленка, серьезно? Это что? Это супергерой, который обретает свою суперсилу благодаря залитию флакона зеленки в нос? Или что? Мы нашли тебя, утратившей память. Мы нашли тебя на помойке города будущего. Что бы ты жила дольше и стала сильной. Совершенной. Ты... Да, и появилась на голове дебильный шлем со шваброй, как у древних легионеров римских. Возродилась. И для этого, чтобы стать сильным и супергероем, надо висеть вниз башкой, чтобы тебя херачило в голову каким-то электрошокером. В памяти всплывают. В памяти лица. Тех, кого сегодня рядом нет. События. На этом моменте должны быть флэшбэки из разных Мстителей и прочей залупной марвелской хернины. Вот это было бы в памяти всплывает. А то что-то показывают, какой-то... Топ-гир или как это называлось? А, Топ-ган с Томом Крузом. Что-то в моем прошлом ключ к настоящему. Почему этот чувак не одноглазый? Он же был одноглазый. Как это он прозрел? Или это типа показано прошлое, где он еще был видящим? Чувак, ты реально тупой. Даже потому, как она щелкнула эти три выключателя за одну секунду, уже понятно, что она умеет летать на этой херне. Меня бы туда посадили в кабину, я бы там минут 10 тупил и просто втыкал во всякие приборы. Ты тупой, ты шмок! Даже если бы я чего-то и включил, то это была бы рандомная херня. Может быть, конечно, она включила рандомные ручки, но судя по тому, с каким пафосным видом она это делает, она явно знает, что она делает. Как мне кажется. Да. Все. Да, пизда. Слушай, а здесь можно с кем-нибудь потрахаться? Да. Нет, не с вами. Да, ну. В марте. Надо было сделать релиз 8 марта. Кто ты на самом деле? Человек-зеленка. Нет? Бывшая медсестра. Кто же она? Я как будто жилась здесь. О чем вы умалчиваете? Ты прошла долгий путь, но не переоцени свои силы. Как заебали эти пафосные цитаты, ебучина. Лишь разгораясь. Как обычно. Вот просто стандартная тема. Вот можете говорить что угодно. Что я долбоеб, что я необоснованно хейтю Марвелскую вселенную. У меня заебала эта пластилиновость. У меня заебала эта конвейерность. Просто фильм за фильмом штампуется какая-то залупа. И в кадре нет крови. Какой бы ни был мощный Супермен, что бы он ни делал, всегда все обходится без кровинки. Она вот только что расхерачила этой молнией толпу людей. И они такие просто... Это, наверное, были манекены. Это, наверное, какой-нибудь сраный магазин показа мод, и просто там манекены разлетелись, рассыпались. Они живые люди. Знаете, что мне напоминают эти фильмы? Mortal Kombat 1 на Сеге, в котором по умолчанию была отключена кровь, и чтобы она появилась, надо было ввести секретный код. Я пришла не раздувать огонь. Эй, тёлка, да ты вся горишь. Я твой огнетушитель. Я пришла его задуть. Эй, тёлка, да ты вся горишь. Fireman. Или как его там? Извините, но... Во что? Подождите, вот дайте просто ещё раз посмотреть. Что это за хуйня? Какую-то хуйню она превратилась. Чё это за компьютерное говно сраное мультяшное? Это что-то уровня... Это дебилизм уровня Черепашки Ниндзя 2. То есть, если первая часть Черепашек, хоть с натягом, но была, более-менее нормальная, за исключением того момента с пердежом, за который надо просто казнить создателей этого первого фильма про Черепашек, Эй, Майки, это ты! Либерони! То вот это просто хуйня. Это даже просто какая-то халтура, это нарисовано убого, это смотрится уёбично. Просто какой фильм не возьми, например, первый Железный Человек, там просто картинка гораздо качественнее, чем вот эта залупа. Это вообще какая-то мультяшная поебота. А это чё за звезда и какие-то, блин, хромированные каркасные буквы? Что это такое? Уж для такого, блядь, проекта, то можно было бы покрасивее графику нарисовать. Я, если посижу месяцок другой за заставкой, я и то качественнее её нарисую, чем вот эта хуйня, сделанная людьми в фильме, за который въебывается миллионы долларов. Блядь! Как меня бомбит с этой хуйней. Ублюдки, не надо эксплуатировать котиков. Это читерство. Чуваки, это читерство. Вы просто отпускайтесь, чтобы понравиться людям, а может быть и нелюдям, которые пойдут на это в кино. Потому что нормальные люди, просто посмотрев этот трейлер, поймут, что это... Всё это чушь собачья, чувак, мракобесие. Да нет, нет, не чушь, это правда, подтверждённая фактами. Полная залупа, на которую не надо идти. И только ебанаты, которые... Я вообще не понимаю, за что трейлер здесь 16+. Это хуйня 8+, 6+, должна быть. Тут вообще ничего... Какие 16+, то, что тут показано в трейлере, тут вообще для детей уровня детсада. Это было действительно круто. Марвел просто поражает и восхищает постоянством, своим постоянством. Снимать одноразовую, бездушную, конвейерную хуйню. Как же тебя зовут? Пушистик. Фьюри. Я это сделано с целью угодить гебанутым феминисткам. Это вот всё из той же оперы. Это вот угождение ЛГБТ-сообществу и всяким прочим меньшинствам. Какой же я стал старпёр? Просто ёб... Я не знаю. Может быть, лет 10 назад меня бы впечатлил этот трейлер. И Мстители бы впечатлили, и вот эта баба Капитан Америка. Но сейчас я просто смотрю и охуеваю, насколько создатели этих фильмов заняли удобную нишу. То есть они просто штампуют бездушное, одноразовое, конвейерное говно из раза в раз. Они даже не стараются. Они используют одни и те же приёмы. В трейлерах звучит набор одних и тех же тупорылых, пафосных фраз. Супергероям нет места в этом мире по простой причине. Потому что реальному миру нужны реальные герои. Не какие-то там тупые уроды в гидрокостюмах, а действительно крутые парни, способные устроить злодеям настоящий пипец. И это дерьмо работает. Уж насколько я не люблю, кстати, русские фильмы, потому что выходит одно бездарнейшее говно за другим. Просто вот полнейшая деградация происходит в нашем отечественном кино. Деградирует. Понятно. Ну, блядь, во вселенной Марвел происходит точно такая же полнейшая деградация, угождение всяким ЛГБТ-сообществом, всяким феминисткам, хуисткам, неграм и так далее. У нас завелся нацист-расист и гомофоб. Это так не работает. То есть это не вызовет у меня любовь. Например, если вы сделаете Эйприл нигершей в Черепашках-ниндзя, то я не стану любить негров. Я наоборот буду их ненавидеть. Но это не точно. Это не работает так, как вы думаете. Ага, ага! Я... О? О, господи, ну и тупорылое говно! Кто от Мэри Сэн? Одна и три тысячи лайков! Придурки, блядь, ёбаные! Не, серьезно, кто такая, блядь, это Мэри Сэн? Давайте же посмотрим. Эй, Прилрули! Два и два тысячи лайков! Ну что ж, перейдем на канал и посмотрим, что это за знаменитость. Мэри Сэн. Сериал «Зимние каникулы». Интересно, это «Эхо Москвы», что ли, спонсирует? Или мне показалось? Просто потрясающая песня. Офигенно. Музыкальная пауза закончена. Что? Что? Давайте тоже снимем свой клип. Господи, женщина, нет, не надо, пожалуйста. Да. Я, кстати, новую песню написала, могу прочитать строчки. Нет, конечно. Потрясающая игра. Каждый хэппи-нивер ничего не меняется и все мои желания почему не исполняются? Женщина, но как минимум одно твое желание уже сбылось. Эйприл в «Черепашках-ниндзя» сделан нигершей, так что ты должна быть счастлива. Я спокойно относился к комиксам, но чем больше я смотрю трейлеров по новым марвеловским фильмам, тем больше я ненавижу комиксы и вообще всю эту вселенную говна вот этих всяких человеков-пауков и так далее. Например, во «Мстителях» тащит только Айронмен. Если убрать этого персонажа из фильма, то там смотреть будет не на что. Там будет сборище долбоебов, сборище шуток для уровня первоклассников. Как один чувак херачит другого о пол, а-ля Джакс из Мотл-Комбата. И потом такой «Вау, типа, вот это да! Вот это прикольно, он Локи разъебал опол. Халк вообще красавчик. Для каких дебилов вообще этот юмор? Это малолетний дебил. Ну, просто полная шляпа, блядь. Пизня! Вот. Хотя, конечно, в прошлых «Мстителях» было два замечательных момента, которые мне очень понравились. Например? Это первое, когда тортик такой, ну, вроде справились, Халк такой, бун! Вот, прикольно. Окей. И второй момент, когда Локи сообщил Халку, что я бог, а ты говно, он взял его задок и сделал так. Бш, 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 как таранку. Это было смешно. Внезапно. Серьезно? Я вообще-то представлял, что у главных борцов с тупорылыми малолетками несколько другие предпочтения в юморе. Ну, окей, буду знать, что это оказывается у Матери. Очень смешно. Внезапно. У меня все. Это было, это был просто крик души, у меня взорвалась задница, и она не прекращает взрываться, когда я вижу новые трейлеры Марвел. Ну, поскольку вы идиоты, там только малолетние дебилы, знатно у тебя бомбит. Бомбит у малолетних дебилов. Вот это бомбит, вот это я понимаю. Жопы полыхают у малолетних дебилов. Не понимаешь, почему они малолетние дебилы? Кроют матом, угрожают, обзываются, обещают немыслимые кары. Ах, ах, какое дерьмо. Огромная выгребная яма, заполненная говном. В этом говне тупорылые дети в говне набирают говно в рот. Полный рот говна, а вокруг этого в говне в яму с говном. Там вместе с говнюками говно в рот и в других говнюков. Дебил. Вот это вот дебилы, плюющиеся говном. Таким образом я зарабатываю деньги. Давай, ебай! Ублюдо. Это было смешно.